Помни, юный ютубер, каждому автору нужен контент-план. Всем привет, дорогие зрители, это Зомби Вегас. Мы сегодня продолжаем играть в Trials of Fire. И перед этим я хотел немножечко поговорить про то, что мне очень понравилось, как вы восприняли первое видео. Поэтому я думаю, буду продолжать на регулярной основе записывать те игры, которые мне понравились. Потому что, во-первых, это может быть интересно мне. Во-вторых, это будет интересно вам. То есть это как минимум вариант того, что вам понравится прохождение, вы захотите посмотреть. Второй вариант, вам понравится игра, вы захотите ее купить себе и поиграть. Поэтому, в принципе, мне кажется, для всех это хорошо, поэтому почему бы и нет. Идем дальше. Второй момент. У нас сейчас идет голосование за игру, которую мы будем проходить на канале. Оно вот здесь вот я покажу результаты, которые сейчас, если вы хотите, повлияют на это голосование. Можете поучаствовать, учитывая ажиотаж к обеим играм. Думаю, мы будем пройдем обе, но просто вопрос в том, какая я будет первой. Поэтому я думаю, что еще до конца недели мы проведем это голосование. И после этого я начинаю уже потихонечку проходить. Так что это одна из следующих игр, которая будет на канале. Но у меня сейчас такой, знаете, запал проходить, играть и записывать. Поэтому я думаю, что много чего покажу интересного. Вообще-то рекомендуется обзорчик на новую игру. Короче говоря, ребят. Спасибо всем большое за поддержку. Надеюсь, я доношу до вас свое позитивное настроение. И тот запал, который мне хотелось бы донести через свои видео. А сейчас мы начинаем с вами Трилл Соффайр. Желаю всем приятного просмотра. Мы начинаем. В прошлом видео мы обсудили, что было бы интересно посмотреть на ветку призыва. Поэтому сегодня мы заиграем через тех героев, которые мне доступны. К сожалению, у меня еще не все из них прокачаны. То есть как это выглядит. Вот все карточки, которые у меня есть. На текущий момент некоторые из них от героев, некоторые из них от вещей. В частности, мы можем у охотника призывать. Тут такие вот три самана. И у шамана. Еще три самана. Саманы интересные, но в целом их не очень много. Дело в том, что, как видите на экране, тот же шаман у меня прокачан не очень сильно. Поэтому на самом деле есть куда стремиться. Еще будут открываться новые карточки. Ну а пока что заиграем тем, что есть. Но чтобы все это усилить, мы берем себе героя, который называется Воебота. Дело в том, что у него очень много спалов на баф союзников. В частности, тут есть и бонусы к перемещениям для союзников. Также есть бонусы к урону. И разные другие эффекты. Поэтому в теории это должно сработать достаточно неплохо. Как это будет на практике, посмотрим. Потому что сформенность высокая. Она не позволяет ошибок. Вот наша склада на сегодня. Это миссия у нас Маяк Надежды. Она короче предыдущей, но она сложнее. Потому что в ней есть элементы, которые нужно разыскать. Если в первой миссии у нас есть всегда четкое понимание того, куда мы идти. Здесь такого нет. Здесь у нас есть элементы, которые нужно, чтобы еще немножко повезло. По героям у нас есть охотник с луком, который, мне кажется, просто незаменим. Есть Воебота, у которого есть обычное оружие для хорошей атаки. И у шамана есть символовая вещь, которая дает две защиты от всех союзников. Союзники, вы понимаете, самманы. Это очень приятно. Поэтому что же, мы начинаем наше путешествие. Тиролин умирает. Для выживания нужно обеспечить город оружием и провиантом. Ученым удается найти информацию о хорошо снабженных эльфийских форпостах. Но чтобы их отыскать, нужно сконструировать магический маяк. Как видим, в этой миссии у нас нужно найти жаровню из руин человеческого поселения, маяк погоды из эльфийских руин и купить весы. Весы стоят 200 золотых, поэтому это не так и дешево. Поэтому нужно для начала пойти и попытаться подраться, где-нибудь немножечко подформить опыта и так далее. На самом деле, большая удача, потому что мы сразу же нашли себе жаровню. Естественно, осталось только два предмета. Поэтому можем с честь со совестью убрать то, что есть. Нам предлагают случайную уязвимость и легендарную награду. Честно говоря, уязвимость и очень плохая вещь. Но тут миссия короткая, поэтому нужно награды собирать, потому что без предметов мы просто рискуем остаться с очень слабенькой колодой для сражений. Так, изнеможение. Неприятно. Что мы можем здесь забрать? Если какой-то будет сам, он было бы, конечно, шикарно. Это очень хороший лук на выстрелы, но, к сожалению, это не то, что я хочу сделать. Носит урон персонажем. Грозовая стрела всем противникам в области и накладывает на них шок. Вот это, кстати, очень сильная способность. Очень мощно. И броня. Ну, броня, честно говоря, с одной стороны позволяет нашему герою продвигаться быстро, а с другой стороны нам вот здесь не сильно резонно. Нам главное сам на что работали. Честно говоря, я думаю, что вот это вот интересный предмет. Хотя и лук хороший. Ладно, давайте возьмем лук все-таки, потому что у нас дело в том, что нету какого-то физического урона чистого. Нам очень пригодится что-нибудь подобное. Дело в том, что в чем реальность этого лука в том, что у него есть урон. Во-первых, еще нет такой выстрел, у него уже есть. Во-вторых, дальняя атака на 8. То есть мы ее берем, держим ее ход и с следующего хода стреляем. И последнее это вот атака по дальности. Тоже опять-таки можно стрелять по дальним оргам и получить колоссальное преимущество. Поэтому, ну, прям очень хорошо. Поэтому я не могу этого просто пропустить. Это вещь, которая прям на вес золота. Давайте заглянем еще сюда вот. Битва награда. Шайка гибридов. Ну, честно говоря, я думаю, что надо в любом случае драться, потому что нужен опыт. Хотя бы парочку уровней поднять. Так, точно выстрел на следующий ход у нас уже есть. То есть, соответственно, у нас будет все неплохо. Что касается шамана. Я за него давно не играл. У него колода слабенькая. Он не очень прокачан, поэтому у нас не очень много карт. Причем у него сила в том, что он поглощает силы. А силы это, ну, те силы, которые я уже показывал. То есть это то, что мы накидываем на героя. Причем у него есть возможность бафить себя. То есть, если мы накидываем на него эту силу, то когда он получает другие силы, он получает очки воли. Вот. Соответственно, герой интересный. Интересный, правда, такой специфический, потому что, прямо скажем, у него не очень-то очевидные механики. Причем у него вот эффект, как видите. Первая карта получает бонус. Будет это сила, урон или здоровье. Соответственно, если мы то, что мы первое разыгрываем, то и получает преимущество. Интересная вещь. То есть, похоже на то, что у нас есть у этого парня, потому что у него на первую атаку одиночную цель доносится два урона. То есть, это более универсальная, по сути, вещь. Что же, у нас противники, если не ошибаюсь, это работоглопцы, ближние. Они будут там бежать, поэтому, в принципе, нам нет смысла особо особо к ним спешить. Скидываем усталость, которая у нас тоже накопилась немножко. Можем, в принципе, кинуть защиту. Учитывая, что она дает целых три защиты за раз, это прям супер выгодно. Можем, на самом деле, скинуть эту карточку. Эту оставим, потому что одну карточку можем оставлять после каждого хода. И, кроме того, она носит два урона в зоне. А если она на руках находится, то при поглощении силы мы увеличиваем урон. То есть, в принципе, это хороший потенциал. Очень хороший. Здесь можно кинуть вдохновение на лучника. Почему бы нет? Сбрасываем и смотрим. То есть, можно нанести девять урона, по сути. Нам не хватит, чтобы выстрелить все. Поэтому нужно просто пытаться кого-то коснуть посильнее. Кроме того, у этого лука эффект такой, что он накидывает на всех вне укрытия, пока он упадает. Поэтому, ну, прямо скажем, очень хорошая способность. Здесь можем, в принципе, скинуть выстрел, потому что нам нужны другие карточки. Эти карточки оставляем. Смотрим. Я там не закрываю хоть вебкой. Я, вроде, ничего не скрываю. Хорошо. Так, приманили. Но, кстати говоря, даже неплохо. В целом. Так, хорошо. Дикий выпад. Ближняя атака 5. Это неплохо. Я бы, на самом деле, сказал, что можно сделать мощный выстрел вот сюда, на десяточку. Добить его. Потом разбираться с последним противником, который останется. Мне нравится эта идея, на самом деле. А сколько будет, если нанести вот это и вот этот выстрел, интересно. Давайте накинем на себя силу. Мы ее сможем покладить таким образом. Мы же здесь не заиграем этот скил. У него просто, видит, он таким вот кружочком бьет. Поэтому мы не сможем ударить 2х сразу же. Поэтому нам остается, по сути, только хороший вариант нанести атаку. Вот такой вот. Мы сбросили у него силу. То есть, теперь мы можем здесь пройтись немножечко. Вот в эту ячейку, я думаю, плюс-минус. Хорошая позиция. И нанести атаку на 10. Мы убили его. Хорошо. Это нам вообще не надо. Подходим просто ближе. Марш нам не нужен. Начинаем заигрывать ближние тычки на кому-то. Конечно, какую-то еще... Ну вот, хорошо. Да, супер. То, что необходимо было. Ну, легким испугом отделались, по сути. Потому что мы получили нехило предметов. Ближняя атака. Ой, огнение шара. Это мощная вещь, кстати говоря. Очень даже. Можно ее водить, кстати говоря, в воеводе. Берем этого героя. Самманы. Отлично. Самманы пошли. Комбо-атаки, комбо-атаки. Ну и здесь, я думаю, можно оказаться от... Лишние атаки одной. Если он будет самманыром, то он не будет, по сути, драться в ближнем бою. Давайте глянем по предметам, что у нас тут. Такой лук у меня уже есть. Меч, кстати говоря, хороший. Он почему-то не одевается на этого героя. То есть только на лучника. Это не сильно интересно. Этот посох пламени можно на самом деле не взять. Почему бы и нет? Потому что воевода потенциально будет где-то в глубине сражения, скажем так. Поэтому это хорошая идея. Но есть пока все. Пока хватит. Идем в следующие руины. Нам здесь, в принципе, учитывая, что карта быстрая, нам желательно подраться. Побольше. Повезло даже так. Рубилова притягивает противника. Наносит 4 урона. Беззащитность накида. Кстати, вот это очень хорошая вещь для того, чтобы потом пробивать его саммаными. Он притягивает. Потом можно сразу же, считайте, его забить комбо-атаками. Короче, хорошая вещь очень. Классовый талант становится в два раза эффективнее. Это очень мощно для этого героя. И с другой стороны для этого. Потому что он будет стрелять на сразу же плюс 4 урона с первого выстрела. Это круто. Да, потому что интересные вещи. Прям очень везет пока. Так что задел прям очень хороший. Очень хороший. Берем вот этот броню сюда. Реально получится очень хорошо. Я прям так расхваливаюсь. Кажется, что такой очень специфический опыт. Но посмотрим. Может быть я не смогу все заиграть в лучшем виде. Так, вот эта броня. Она в принципе дает движение защиту и очки воли. Я бы сказал, что это интересно для этого героя и этого. Но учитывая, что у этого жизнь пока похуже. У него по приметам все печально. Давайте оденем ему. Потому что жизнь ему потребуется. Так, лавка нам в целом пригодится. Чтобы купить морковки. И продать весь хлам, который мне не нужен. То есть по сути вот эти все вещи нам не нужны абсолютно. Что касается других вещей, то движение случайно дальняя атака. Неплохо, но я думаю, что не стоит. Нам нужны деньги, поэтому пока не будем тратить. Так, на меня согрелся монстр. Давайте подеремся. Горелая. Горелая это такие не очень сильные противники, но их много просто. В самом случае их 4. Точный выстрел уже есть на руках. То есть мы по сути следующего хода кого-то убиваем. Чтобы не тратить время зря, мы сразу же нанесем вот такую тычку кому-то. Давайте посмотрим, может быть кому-то более уместно будет. Удохновение есть. Натиски есть. Дикий выпад. То есть в целом можно встать вот сюда. И отсюда потом накидывать веер пламени. Вот так вот, если они встанут под меня. Здесь есть рык. Кстати говоря, тоже неплохая способность. То есть можно здесь на самом деле в показы играть вот так. И заблокировать им проход. Ну да, вот я думаю, это хорошая идея. Расстанавливаемся в такую позицию. Даем вдохновение на лучника. А лучник в свою очередь просто начинает работать по вот этим ребятам. Точный выстрел пока не заиграем. Что можем заиграть сейчас? Так это вот здесь карту. Или вот здесь. Давайте доберем. Посмотрим. Ой, волка взяли. Блин. Дилемма. Но в этой битве мне не нужен волк. Поэтому давайте обьемся без него. Сыграем следующим образом просто. Так, усталость мы сбросили. Там еще мне дали выстрел в голову. То есть у нас сейчас на самом деле очень хороший раскладик. Не все пошли туда. Ой, ребята. Ну это вы зря, конечно. Затеяли такую идею. Так, то есть что я сейчас делаю? Я сейчас... Скидываю две карты. Даю вот такой вот скилл. Тут два варианта. Вот так и так. Давайте заиграем мы следующим образом. Вот так вот, да. Здесь скидываем лидерство. Даем вот такой вот огонь. Замечательно. Там можно еще дать рык. Тогда они догорят. Один догорит, по крайней мере, своего хода. Давайте для начала здесь попытаемся... Так, выстрел в голову на 8, да? Не получится ему оставить 3 жизни или меньше. То есть здесь, наверное, имеет смысл все ожидать вот такую тычку. На несяточку. Это будет как бы хороший выход из ситуации. Просто минусуем его. Надеюсь, сбрасываем. Ну и по сути, у меня больше нечего здесь делать. Единственное, что можно подойти поближе. Но мне, учитывая, что это лучник, ему даже выгоднее идти фланговать. Потому что если там будет атака по дистанции, то мы этим воспользуемся. Так, там пошли стакать защиту. Вот особенность этих ребят. Они вот бывают такое делают. И, честно говоря, это прям... Это прям неприятно. Так, ну, на самом деле, здесь все понятно. По-моему, здесь выигрываем. Как добили мы этого парня. В целом, я пока очень доволен тем, что происходит. Потому что получается прокачивать героев. И нам нужен саммана еще один. Поэтому надеемся здесь получить саммана. Но саммана не получаем. Фактор духа. Все магические атаки наносит призвал урона. Держание 2, защита 2. В следующий раз, когда вы совершите опогащение силы на этом ходу, не сбрасывайте силу. Блин, слушайте, это прикольно, кстати. У меня пока особо, конечно, нету для опогащения какой-то очень сильной, сильных вариаций, но... Блин. Да сильным. Ближняя атака 3 по всем противникам в радиусе двух клеток. Блин, ну это... А у Е атаки ближняя это вообще бесценная. Поэтому давайте возьмем себе путь будет для колоды. Мне кажется, очень даже пригодится. Погнали сразу же в еще одну точку. Группа горелых еще одна, но это не сильно интересно. Единственное, что давайте попробуем заиграть интересную комбинацию, то есть как это выглядит. Мы можем усилить этому герою силу его, то что мы делаем накидом на него избранный. Тогда у него дает более сильный эффект вот этой атаки, которая у него есть. Кроме того, Рыг дает еще бонусы. Плюс 2 к урону при каждом поглощении силы. То есть она даст бонусы потенциально. То есть мы сейчас можем что сделать? Еще усилить этого героя вот этой карточкой и накинуть ему еще урона сверху. Теперь сбросить карточку фокуса она сейчас не столь важна. Этим героям просто-напросто сбросить взмах. Подойти вот сюда, например. Да? И дать вот такую атаку. 6 по всем. Кайф. Прикольно. Комбинируется. Очень даже. По итогу сражения мы получаем еще усиление. Здесь оно что? Променад. Могущество. Ваши атаки наносит бонусный урон равной стоимости предыдущей сыгранной карты. Не являющейся картой движения. Ну, кстати, интересная вещь. Единственное, что непонятно. Но это силу можно накидывать кому-то другому. То есть можно это забрать. Так, смотрим, что здесь. Осторожность. Карты переработанные на защиту дают не две защиты, а три всем героям. Ну, слушайте, а там неплохо можно сбрасывать карты, таким образом укрепляться. Сейчас она разыграет силу из своей рук колоды. Все союзные персонажи берут карту. Давайте вот это возьмем. Поддержка, очень прям круто. Для какого-то героя помогать ему. Да, реально, это хорошая штука. Давайте откажемся от одного мощного выстрела. На самом деле, он нам не сильно это не нужен. Он такой более вспомогательный и ситуативный. Так, шлифовка есть, улучшение. Что мы можем улучшить из карточек интересного? Защита будет сколько там? Три на всех союзников. Класс. Берем, усиляем. Это прям вообще супер. Усиляем, сворачиваем лагерь и что у нас по приметам вот этого вещи я хотел взять кому-то. Ну, скажем, учитывая, что он бесплатный этот променад, это хорошо. Вот верхнюю карточку я бы, наверное, снял. Ну, ладно, пусть будет. Управляемся дальше. У нас усталость, ну, усталость, что там, выносливость и здоровье плюс пока еще нормально, пока еще не критично. Забираем еду. Награда урон здоровью и ранения. Давайте, наверное, рискнем. Так, книжечка на отталкивание, кстати говоря, очень хорошая. И здесь у нас защита 4. Слушайте, прямо пока колода собирается такая, очень хорошая, только я не знаю, что это свод. Не хочу этот свод занимать чем-то другим, поэтому обойдемся без защиты 4. А вот откидывание очень прикольно. Потенциально. Не знаю, правда, стоит ли это этому герой или, возможно, вот этому все-таки. Не знаю, можно ли ему это одеть. Можно. Потому что у него как раз такая роль, когда он будет забегать в губь врагов и будет как раз делать грязь. Кажется, там это лучше пригодится. Древний замок и времен живого мира. Урон здоровья, ранение, награда. Нет, слишком, слишком невыгодно. Не пойдем. Но там слева много событий, давайте сюда сходим лучше. Самое главное, чтобы решимость была, потому что если мы будем замедляться в ходе продвижения, то, конечно, будет все очень печально. Здесь у меня была какая-то мысль скинуть какую-то карточку. Хотя вот сейчас у меня, в принципе, нет такого острого желания от чего-то отказываться. Вот, вроде, что от этой вот карточки. Не знаю, мне эта сила не очень нравится. Она как-то... Я не вижу прям жесткого применения, как это использовать в моем случае. Здесь материалы. Так, он говорит, что банда гибрида отобрала его ферму и урожай. И он вынужден питаться грибами и насекомыми. Можем его избавить от страданий и при этом получить трейд скорее всего негативный. Давайте отдадим ему одну еду. Статус беззащитность на все цели. Можно будет избавиться от болезни. Это круто. Хороший эффект. Вот Альфийские руины. Это круто, потому что здесь можно получить предмет. Хотя, мне кажется, мы уже его получили, но то ладно. Так, а чего мы сейчас пытаемся отказаться? Чтобы улучшить. Ну, я хотел вообще на самом деле исцелиться. А, нужно еще один. Нужно еще один. Что мы хотим улучшить у этого героя? Пока нечего. Что можно улучшить у этого, если поставить герблока? Что он будет делать? Он будет дольше жить, я так понимаю, аж и жизни будет. Забыть. Пока ничего такого не вижу, честно говоря. супер ценного, что можно было бы. Хотя вот этот, слушайте, ой-ой-ой, какое улучшение получается. Улучшаем. Четыре по всем противникам радиусе трех клеток. Это же безумие, это просто можно всех разваливать. Просто всех разваливать. Заходим сразу же сюда. Снова горелые. Причем, кроме горелых, здесь есть еще и горелый культист. Я бы с радостью его сразу же убил, но у меня особо нет ресурса сейчас для этого. Но у меня зато есть Костяной Волк. Самое время заиграть себе саммонов. Если дома откажемся сразу же от всего лишнего, силу накинем сюда сразу. Морожение не сильно нам надо, а вот ближняя атака по всем, конечно, классная вещь. Я ее оставлю, наверное, на следующий ход. Здесь просто сейчас подберемся поближе и следующего хода надеваем грязи. Здесь у нас можно приблизиться, но смысла особого нет. Нам нужен больше Костяной Волк, которого можно призвать где-то по близости. Я думаю, чтобы нас не били, чтобы Волк приманил на себя врагов, мы поставим Волк где-то вот здесь. Прямо перед собой это сбросим. Мощный выстрел сразу же можно накинуть по одному из этих горелых, чтобы они не расслаблялись и это оставляем в руке. Так, подбираются. Горелый культист решил пойти тоже по этому темному пути, который ничего хорошего вам не принесет. следующая карта стоит дешевле. Случайная сила из-за его колоды. Что у этого из-за сила? У этого есть гибкость, у этого есть фокус и избранный. Избранный, конечно, было бы хорошо накинуть на кого-то. Накидываем вот эту силу сюда. это пока оставляем в руке. Нам сейчас не надо. Сила, сила, сила. Что тут? Ой, я случайно, блин, я случайно это сделал. Не знаю, что говоря, стоит ли тебя за единичку все. Что за сила? Когда на вас разгрызают силу. Понятно. Короче, да, это было лишнее на самом деле. Атак, что у нас здесь? Есть атака 6 по всем вокруг. Это прям очень жестко. Прям невероятно жестко. Под комбо атаку? Замечательно просто. Настакали в себе защиту и вообще просто нечто. Так, добили. Ну, получили урон, но в принципе для того времени, что я прохожу на карте сейчас, то получилось весьма неплохо. Берем сюда еще одного саммана. Если у вас есть призванные существования, получайте плюс 2 ко всем атакам и 2 единицы защиты в начале вашего хода. Это имба. Это просто имбища. Можно даже отменить одну импровизацию я думаю ради этого. Все, мы нашли предметы. Осталось купить у торговца весы. Они обычно попадают сейчас. Кроме того, у меня куча предметов, которые можно продать. То есть, на самом деле, можно с чистой совестью идти вот сюда. Если весы попадаются, да, супер. То есть, мы все продаем лишнее. Купаем весы, покупаем себе еды и нормально в принципе все. Все более-менее неплохо. Так, продолжаем. Когда вы уходите из города крызверей, к вам подходит обученная в робо фигура. Она снимает капюшон и вы видите, что это эльфийка. Я следую за вами с тех пор, как вы забрали жезл погоды угорелого в Орвате. Мне интересно, зачем вам понадобилась магия моего и хочет мне сразу сражаться. Понятно. Так, что у нее за колода? Я помню, что этот босс меня уже убивал не раз. Можно увидеть забочить эту колоду. Удары, силой снаряд, стрельба. Ну, короче говоря, у нее много очень много эффектов. дешевых причем достаточно. Но и карточки не скажем, что очень сильные. То есть тут имеет смысл сразу делать саммана. Этот выстрел оставим себе на потом. Все атаки плюс 2 урона в этом ходу. Это на себя. Вещь хорошая, но у меня особо атак нету, кроме этого выстрела. Поэтому откажемся от этой штуки. Герои от всех союзных героев. Мне кажется, что я герой сам будет ко мне бежать. Потому что у него почти все скиллы они ближние. Да, он будет к нам подбираться, я так понимаю. Так, рыбок нам пока не нужен. От всего откажемся, я думаю. Здесь нам нужен волк для начала. Давайте заиграем марш. Просто хочу разойтись с героями, чтобы они стояли максимально отдаленно друг от друга. Учник будет стоять вообще сзади. Веер пламени не сильно нужен. Откажемся от него, я думаю. И на самом деле на один поинт мы особо-то ничего уже не сделаем. можно посмотреть, что там есть за карточка. Смыс особо нет. Заканчиваем ход. Сам на просто первый ход ничего не делают, поэтому я ничего не делаю для первого хода. но мы выиграли по сути первый ход. ход. В конце хода создает две иллюзии и случайным образом меняется одной из них. Можно понять, какой из них настоящий. не может быть сила, но может у него сила, Нам нужен рык. Если мы используем там рык, будет хорошо. Выстрел с дистанции тут надо отходить подальше от него. дальний бой сейчас не надо нам это. Нам сейчас пригодилась еще уешная атака, конечно. Это неудачно. Если мы станем здесь, мы сможем атаковать сразу двоих. Но тогда нам придется может тут нет активации. копия. Ну нам получается имеет смысл опознать настоящего. Вот настоящий. Хорошо. Ну тогда мы можем сейчас обморожение что дает? Я не помню. Минус один к движению в том числе. Хороший эффект. Очень хороший. Этим героем мы можем пока стоять. случайно играет карту силы из своей колоды. То есть можно на самом деле накинуть эту силу сюда и накинуть вот так вот. Неплохая сила. Единственное что сейчас он подберется. Я думаю все таки у него хватит какой-нибудь чтобы забраться за нас и силу мы потеряем. Но эту карточку не хочу забрасывать просто. Она может потенциально пригодиться. так хорошо. Но это не самое страшное что могло быть. Здесь у нас есть неистовство то есть мы сможем этим воспользоваться. Заиграли хорошо на этом уже есть сила то есть мы сможем поглотить ее. Накидываем вдохновение сразу же. но мы достаем достаем да минус коснули хорошо вот настоящий то есть мы можем продолжать косать движение получите одну силу воли следующая карта сыгранная на этом ходу стоит на одной очко воли меньше то есть мы можем подобраться к нему начиная с ним драться но особого смысла в этом сейчас нету можно от него просто отойти не сыгрывать эту карту здесь 6 урона или можно если потратиться с этой карты получится больше можем потенциально отойти вот аж сюда дать выстрел на сколько эй а он под скрытностью блин что-то скрытность эффект под которым нельзя стрелять издалека да я пропустил этот момент сбрасывает одну силу так он стал в центр скрытности больше нет было бы здесь конечно хорошо как-то вот всех коснуть как-то вот так да неплохо получилось складываем вот эту карточку сбрасываем там у нас нету сейчас ничего такого сбрасываем тут у нас сколько выстрел на девяточку хорошо огненный шар было бы хорошо конечно но сейчас у нас нету особо вы сможете это сделать у нас два варианта либо ну две тычки будет выгоднее чем немножко бафнуться так все силы сбрасывал накидываем еще но в целом на самом деле пока все хорошо идет это пока оставляем себе на руке так здесь самое время для рыка нам нужно просто понять кто там настоящий если у вас есть призванное существо блин где мои призванные существа вообще не понимаю я не понимаю защита 4 на всех союзников это имба надо пока оставить как там у нас отрык работает давайте откажемся от чего-то от силы этой от натиска откажемся как это работает вот так вот да а работает по всем супер то есть мы можем по сути бафнуть сюда защиту точнее усиление и сразу же впереди такой спел 27 неплохо далее атака 10 следующего хода нанесем сила нам не пригодится классовый талант становится в два раза эффективнее это очень круто разойдет сюда вот да даем такую силу даем защиту и соответственно следующий ход мы себя чувствуем достаточно неплохо так мага атака по одному так осталось самое главное вычислить настоящего сейчас вот если вычислим будет вообще конечно бесценно тут я думаю что нужно отказываться от всех трех карточек потому что честно говоря они не очень интересны вот вот это я хотел нужна сила сюда хоть какая-то вот случайную силу разыграет то есть мы накидываем сюда случайную силу колода пустая жалко ну тогда можно в принципе вот так вот сделать хорошо бесплатно сыграет силу а у этого что есть вообще не помню давайте нам окинь обморожение еще чтобы было вообще хорошо дальняя атака на 12 доставляем себя в руке все все силы посбрасывал но эту атаку оставляем на следующий ход может пригодится еще хорошо идет хорошо магическая атака 2 там подпортила меня жизнь конечно немножко неприятный противник здесь неистовство есть огненный шар кстати говоря если ему кинуть силу то он сможет тогда подойти вот сюда и дать свой скильчик ну привет шесть жизни да что скажешь на вот это ух супер плотно битва была но получилось вообще без потерь я честно говоря в первый ход я немножко запереживал даже так броня я хочу проверить есть ли какие-то самманы самманов нету если в начале ваших хода вы должны потерять защиту вы не теряете ее а стойкость этой силы снижается на 1 все атаки плюс 2 урона то усиление защиты по сути хорошее все бонусы к урону действуют в 4 раза сильнее так если его набафать то он с этого крита может наносить вообще килограмм урона ближняя атака возьмите карту ближней атаки из вашей колоды все ваши атаки наносит плюс 1 к урону за каждый эффект оборужения на цели ну кстати это хорошая синергия с тем что уже есть раз когда получаете урон противнику в радиусе трех клеток получите одну единицу защиты носите урон блин это тоже имба если ваша атака носит любой урон по киной силе сбросьте ее блин тут сложно тут ну мне нужно лучше какой-то активный предмет вот агрессивный и мне больше нравится вот этот предмет он мне кажется очень хорошо зайдет можно еще качнуться у нас еще три улучшения отцевых поэтому мы какому-то колоду хорошо улучшим призыв перемещение плюс один игнорируйте персонажей и препятствия при движении улучшим хороший шанс забав за защитой но честно говоря мистовство у меня уже есть давайте лучше сам он все-таки сам хотел заиграть сегодня вместо одного рыка рыка мне столько не надо здесь движение отрезать макюра всех прочих союзных героев удастов всех союзников это прям имба для моего билда супер и давайте наверное загораем лучшенько все-таки сигнал для союзников но я союзник всего-то один пока нет союзник это он учитывает героев тоже то есть не один дальнюю атаку выстрелы закрытия блин я бы сказал что наверное лучше волка усилить он будет более живучий у него будет выше урон для сам мне кажется это хорошая идея потому что все остальное там ну такое давайте возьмем собирайте маяк по инструкции так найдите и заходите форпост для терролина рекомендуем уровень 4-6 так но это последняя часть миссии тут она короткая достаточно у меня есть понятие куда идти понимание у меня уровень 4-й 3-й 3-й я не буду спешить в этот раз как в прошлый раз поэтому мы с вами пробежимся по врагам жуткий крик окружение это броня конечно движение 4 защита 1 да это хорошая карточка то есть у нас герои получатся уже такие бронированные что же сейчас попытаемся поформить я попытаюсь показать все интересное и после этого пойдем на босса медитация пока не нужна материалы в принципе тоже давайте пойдем на битву сходим только ой петическая награда или спутник спутник обычно помогает что-то усилять например награда интереснее но спутник может дать какой-то бонус которого я не смогу получить вещами потому что у меня уже вес хороший давайте пробуем заклинание зачарование шлифовка не требует материалов то есть мы сможем пойти шлифовать все бесплатно так ну здесь мне все нравится я в принципе выстрел в голову столько мне не нужно но я люблю эту карточку поэтому оставим это имба это имба все атаки это у меня какого лучника висит пойдет здесь честно говоря огненный шар я даже не знаю когда я буду применять столько поинта у меня просто нету поэтому давайте отшлифуем горение может пригодиться два поинта это более-менее так притягивает противника ближняя атака ну вот честно говоря ближняя атака на 3 как-то выглядит выглядит сомнительно сомнительно говоря может увлекся отдыхом но здесь может быть жуткий крик отменим так в целом все столь нам не нравится неплохо главное по идее не проповаться потому что здесь в игре постоянно происходит так что ты вроде бы все хорошо а потом бах у тебя не хватает еды например и ты уже в заднице так тут можно подраться так что здесь интересного здесь эти грабители если я не ошибаюсь не кидывают на себя укрытия то есть такие не самые приятные противники один из них стрелок морожение можно в целом пойти в агрессию защитную стоечку вот так вот сделать и кинуть сразу же за обморожение хотя честно говоря лучше было бы на кого-то ближника но это не стоит принципиально фокус можно на себя сыграть это нам не сильно надо фокус поехали сюда и немножечко больше в агрессию я думаю эту битву показывать не буду полностью просто сейчас первый ход посмотрим вообще все будет происходить тут уже есть неистовство дальняя атака понятно понятно там пошли силы начнем с того что здесь в целом можно отказаться по чьей от всего покидываем сюда усиление окружение подходим вот сюда поближе по площадь немножко защиты уже можно разносить всех про туру сейчас использовать не будем вдохновение по-моему два раза не используется на одну цель поэтому резоннее будет даже использовать его вот сюда мистовство заигрываем наваливаем всем сразу же хорошенько урона по пятерочке в силы сбросили пацаны тут у нас на самом соберется конечно с другой стороны есть выстрел на 11 честно говоря это прям хорошо давайте вот так сыграем их мы не пробиваем так что в целом вот столько урона мне подходит ну и все в целом сейчас с этого хода я думаю мы их развалим так с этой битвы мы получили в целом замешание карты заточка простой выстрел бдительность честно говоря такая себе карточка так что мы ее просто продадим скорее всего давайте этого парня усилием фактор рвоя все прицены сучитал получают путь скин там я один всего лишь сам он пока что магическая атака противника выбранной области если так одно из урон в следующий раз когда вы будете совершать поглощение силы на этом не сбрасывая силу блин это сильно царя панцирь мне нравится давайте заграем роем секом их наверное панцирь хотя 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 тут карточек дорогих хватает ну как дорогих два магическая атака три по всем и еще потенциально с выходом на то что можно будет не сбрасывать силу это выход на следующий ход по сути что я думаю что можно вместо одного продвижения даже взять возьмем побочку сразу побочку у нас провести нпс непоколебимость плюс два ко всем атакам за каждый уникальный положительный временный эффект на этом персонаже все союзные персонажи берут карту а что будет если поддержку усилить она станет бесплатной это сильно кстати вот это тоже можно усилить я думал поддержку усилить это круто потому что это прям очень сильно хорошее преимущество тут можно купить сходил в ряде еды и этих штук для того чтобы болезнь взять ножи у кого-то есть если не ошибаюсь лавка битва я думаю что стоит пойти вот сюда вниз лучше заскочить посмотри что у нас тут битва еда пока бодрость так что можно идти сложная битва еда это гибриды рисково конечно ну давайте подеремся все таки надо рисковать сложность высокая поэтому выбора нет ой тут 160 гибрид берсер кстати говоря он очень сильный каждый раз когда этот персонаж получает урон продвиньтесь на две клетки к атакующему и получите плюс один к урону первой атаке на следующем ходу то есть его надо убивать быстро поэтому мне очень пригодится конечно карточка на быстрый урон почему-то видимости по врагу нету непонятно почему чайную карту из руки можно на этого неплохо неплохо если я стану вот здесь сразу же убиваю первого не верю что это лучшая идея была но когда врагов на один меньше мне честно говоря морально легче играется крывок нам пока не нужен рой насекомых нам может пригодиться вот это сильно нам пригодится чтобы убивать этого монстра что было бы неплохо чтобы нас окружить не могли но это сила чисто для этого то есть смысла его юзать на этого нету и не считая того что он может поглощение потом реализовать давайте так сыграем там есть атакующая стойка йой они двигаются конечно быстро двигаются так нисто в ствол тут есть плюс 2 урона на этом ходу вдохновение нам не ста 100 пригодилась бы этому герою конечно если он продвинется вот сюда раз вот сюда два отказаться от атаки что ли просто убить часам она очень супер важно следующая карта стоит дешевле это плохая идея была у него по-моему колода такая да удары много ударов просто из нее атака 8 есть даже неприятно неприятненько так смотрим попадет ли этот скилл по попадает по всем то есть на самом деле это хорошо и даваем вдохновение на него тогда плюс 2 на этом ходу этой силы на нем еще нет соответственно можно теперь неплохо покрали неплохо очень даже тут есть десяточка кстати говоря то есть если мы сейчас просто продвинемся и видимость бы получить черт 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 если я хочу это сделать мне нужно идти вот сюда и стрелять по нему просто конечно я за это пострадаю сейчас нормально но это единственный путь как мне эффективно ему коснуть но он еще пошел в защитную стратегию это хорошо потому что по-другому могло закончиться все плохо тут есть ближняя атака 6 можно пойти ближе можем просто попытаться его запинать на самом деле это такой коварный план вкладывает беззащитность кстати говоря подходим вот сюда теперь он подбег защитностью и мы можем у этого есть сила есть кстати говоря мы просто раскидаем толпой хорошо как же хорошо мне нравится так этих отслужили ребят что мы видим видим только щиток ну щиток нормальный но такое давайте усилять шамана дальше огромная личинка каждый раз когда вы совершаете погружение силы вы активируете этого персонажа фактор зверя все ближние атаки носят предвал урона блин такие хорошие карточки на самом деле и личинка мне очень нравится и вот эта карта у меня на самом деле ближних атак вообще хотя ладно у меня есть три по сути хорошие личинка позволит мне можно рык заменить потому что рык в целом там хотя рык позволяет усиливать урон при каждом поглощении силы я бы отказался от гибкости но гибкость это единственная сила этого героя тогда мы заменяем по сути или взмах или натиск натиск пригодится для какой-то ситуации давайте так сыграем думаю сразу же стоит что-то усилить здесь потому что у этого героя прям очень хороший задел магическая атака 4 что я хорошее такое находил судя все силы вложил в того героя все союзники получают тус всему наносим урон это круто потому что это прям имба то есть не кинуть для кого-то лучника спрятать его и всех будет прям уродно куча это слишком хорошо что можно еще усилить хотя у меня бодрость у всех не бодрые все поэтому нет смысла давайте заглянем в лавку лавка обсидиан 20 золотых продаем что-то за доспехи не помню это хорошее отдавать рискнем то есть мы так сделали чтобы можно было эти доспехи усилить ну такие все доспехи прямо скажем но более менее пойдет подвигается банда горелых ко вниманию горелые мистики союзникам плюс урон здесь можно сразу же минус первый личинка нам пригодится сейчас в бою точно для того для того чтобы ее заиграть нам нужно нам нужно сейчас наскидывать карточек потому что этой карточке жертвы не хочется она пригодится нам мы лучше сделаем вот так вот и личинку эту заиграем где-то вот здесь чтобы она сидела гибкость возвращается нам руки но мы лучше просто бахнем вот сюда вот эту силу на плюс урон ко всем все будут под баб лавчика кажется хорошая тема разогнались так куда не сколько действий защитная стойка это не так интересно тут полет ужаса есть перемещение плюс один на самом деле этого героя можно гнать в стан врага по сути сам она можно закинуть вот сюда начнем с защитки накинем вот так вот накинем сам она еще одного здесь у нас класс талант два раза эффективнее это крутая штука на самом деле если мы отойдемся там нанесем нехилый урон ему они так не сработает классовый талант можем усилить этого его просто сейчас на самом деле особо не пробьют более оно ему пригодится нехилый но я забыл личинку заиграть сама нами играть конечно хорошо только вот на привыкнуть к этому два урона хорошо тут личина должна идти в атаку давайте подумаем какую сторону каждая свои плюсы я подумал что личинку надо ввести в эту сторону все-таки блин я был бы рад здесь конечно как-то подобраться к врагам но особо нету идеи сейчас как-то сделать красиво можно как-то вот так раньше покинуть чтобы врагов подвинуть не получит отморожение но ты моего моего юнита скосни тоже второй вариант сделать вот так вот да можно максимум стал этим в эту ячейку что не достаю мой план коварный срабатывает спал она разыгрывает какую-то силу атака на 9 в целом интересно если вариант как-то открыться под того ладно будем с кого-то убивать пытаться практически активируется говоря можно подойти вот сюда сыграть то что я планировал ну кстати немножко коснул так что в целом неплохо целом неплохо здесь остаемся той же позиции можно стирать чтобы выйти вот сюда вот чтобы лучше видимость была ну ладно останемся там дальше конечно будут потери будет урон каждая битва как испытание просто какое-то то есть я пойду сюда я могу донести . а он или ходит или атакует блин глупость 4 урона надо брать посмотреть что получится дикий выпад им нету силы никакой что к скатами не везет то блин бред тут есть веер пламени можно сразу же сжечь этого противника или стать вот здесь и сжечь сразу двоих поджечь по крайней мере так теперь 4 к убить лишняя атака 6 только снимать нечего поглощать нечего остаемся там и здесь наверное подставляемся просто чтобы есть что питать немножко урона силы спадают живи 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 хух живем нормально точный выстрел десяточка то есть тут надо сыграть на себя силу можно сразу же получить выстрел на 10 таким образом мы его получим сразу же убиваем одного из них здесь есть не вставство только нету силы значит так играем тут отказываемся этой карточки что просто подойти вот сюда сначала бафаем плотная игра конечно но конечно сам он ими тут нажал пару раз прямо скажем надо к этой колоде еще привыкнуть как как-то разыгрывается правильно ближняя сопротивление лица много но видите все карточки спускаю по сути на другие вещи реально другие вещи меняем взмах надо тут срочно как-то можем усилить эту броню что она будет получить опять защита ну кстати говоря неплохой бонус на самом деле можно использовать не сряжь я это все собрал по шлифовке тут мне все нравится вот здесь честно говоря не сильно вот эту вот вещь люблю что отменяем просто напросто бодрость максимальная бодрость у нас сейчас у отряда это хорошо так что движемся в сторону миссии более что у нас в принципе отряд то уже и практически по уровню чем можно одну какую-то несложную битву и можно отправляться беспокойство у нас уже партия начинает беспокоиться за то что мы не продвигаемся поэтому надо срочно идти только последний раз забежим в магазин еще здесь положим броню получше чтобы можно было хоть как-то чувствовать бонусы вот сюда в лавку забегаем бежим на миссию так и тут что у нас есть притягивает всех противников радиусе трех клеток все противники да вот там не надо только единственное нужно будет убрать второй эффект что мы просто все продаем покупаем вот это новый спутник что он может вот лучше необычная и редкая брони по не сниженной стоимости неплохо конечно это такое это не столь важно так не нужно единственное что сделать сейчас отшлифовать вот эту карточку вот эту а нет материала надо было синий купить ладно уже не до этого еще можно какую-то карточку усилить одну можно кстати говоря как раз как раз давайте спиной к спине до усилием бежим сразу сюда одеваем парню новенькую и вот она миссия в принципе единственное что я думаю что мы сразу же еще отдохнем очень не знаю будет ли там еще один бонус не ну сто процентов уже прям вообще без вариантов все темно боссом вы подходите к развалинам должно быть это и есть тот форт пост который вы ищете вы видите несколько почти нетронутых приземлистых сооружений повсюду из под земли торчат огромные стеклянные обелиски вы двигаетесь к самому большому из сооружений зомби вегас просит всех остановиться и указывает на основание одной из стеклянных колонн вы обнаруживаете множество трупов некоторые раздавлены некоторые разорваны на куски они находятся уже на серьезной стадии разложения но не похоже чтобы они лежали тут дольше пары месяцев да они вернулись им вернуться не удалось это точно смотря за свои землю один из стеклянных обелисков начинает медленно двигаться с жутким треском он принимает немедленно человека под дедобную форму высотой около 6 метров неплохо как я только на 4 метра выше существо двигается в вашу сторону свет преломляется через его прозрачное тело теперь ясно что случилось с предыдущими непрошлыми гостями вы не можете разглядеть ни одного слабого или хотя бы изимого места однако у вас нет выхода кроме как взяться в руки взять себя в руки и приготовиться к битве так что у нас за противник стеклянный элементаль сопротивление 1 ко всему урону что по колоде притяжки обездвиживание захваты я короче он очень серьезно против самманов по сути поэтому я даже не знаю будем ли мы тут прям активно их использовать но возможно лучник нам поможет с ним сражаться возможно можно нанести первую урон ему сразу же тут я думаю что есть необходимость сразу же пытаться сила избранного этого силы хорошая по сути хорошо вдохновение добавляем то есть получается он будет ну хорошо стрелять прямо скажем вот эту силу можно накинуть на этого парнем силовое поле всегда пригодится тут нам нужно максимально далеко от него оставаться в любом случае поэтому на 8 тычка это весьма в тему будет вне укрытия так нужно мне это самый на следующий ход нужно дома пригодится вот эта атака такое думаю мы пытаемся его развести вот таким вот образом он тоже хитера смотрю хитер хитер то есть мы можем его оттолкнуть на самом деле вариант вот таким вот образом так стоп 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 мы можем отойти дать тычку в принципе он далеко не ответит правда такой вообще эффект скажем не самый полезный если у вас есть существо выстрел с дистанцией тут дистанция никакая просто я думаю нам нужен этот сам он чтобы он просто делал грязь кидываем силу на этого же героя как раз все союзники получают просто один ко всему урону я думаю перекрываем его вот так силу кидаем туда его выводим в самый угол от надиска отказываемся и здесь пока наверное просто отходим активации он уже нету сейчас поэтому ну пусть нас притягивает в случае чего а блин он сейчас защитный получает остальное вызов этот карточка которая сложно контрить то есть если мы тут еще карта такая сложилась то тут преграды эти если бы их не было получилось бы гораздо легче вот он вызов блин трэш это просто трэш блин должно только не повезти я не скажу что прям не повезло но беззащитность беззащитность хорошая вещь так блин что мы тут с ним делать будем толпой надо расходиться по сути как это сила есть давайте наверное набирать карточек что у него по колоде там осталось широкий взмах еще есть то есть может в принципе понести во всем атаку притяжка еще есть то есть нам нужно ему сбить возможность набирать защиту супер просто просто супер сомончика можно призвать просто расходимся пока вон то он же подождите нет не вариант сейчас не сильно актуально нам вообще надо это сделать нам нужно уходить от него подальше В целом не пробили бы Поэтому не стоит принципиально Еще двоечка Ну блин, это конечно глупость получилась Притяжка еще одна Да вы что видите? Обморожение Вариант сейчас его Как-то куда-то втолкнуть там поглубже Классная притяжка Только блин толку-то В неукрытие компенсирует эффект Эффект его пассивки Но блин Ну там в колоде Снова все карты появились Отходим 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 Просто расходимся наверное Может самманы сейчас заиграют Посмотрим Если получится его развести Что он будет разбираться с самминами А все остальные разбегутся Притяжка всех Ну сейчас выглядит ситуация получше немножко Тут бы еще ему накинуть Всем соседним союзникам Вот так кстати круто Активация нам не сильно нужна Нистовство Тут больше смысла сейчас есть Знаете что можно Нужно как-то пытаться выбраться оттуда Любой ценой просто выбраться отсюда И если этот герой будет Тут силу берем Накладывает беззащитность Тогда круто Мы его толпой там запинаем Понемножку От этого героя надо еще дальше Ввести вот сюда Чтобы он просто был неприкасаем По сути Так здесь что Здесь поглощение сил У нас нету силы Хотя скилл полезный Прямо скажем Этого героя Тоже выводим Наверное Подальше Пытаемся Разобраться с этими героями Так что здесь Каждый раз Когда его поглощаете То есть Ну на самом деле Можно Да Сейчас конечно Без этого Эффекта Вне укрытия Урона мы ему не нанесем Особо Но из плюсов То что он сейчас Не стакает себе Защиты в любом случае И сейчас уже Этот герой будет работать Мы его по сути Блочим Что бегать начинает Слушайте Хороший знак Это хороший знак Так что у нас Защита на 4 На всех Пусть стоит Я думаю Отойдем Наверное Вот в эту ящейку Вдохновение Боему жизнь Медом не казалась Можно еще защиту Защитку изнуть Не помешает Там Там Может просто Займем Чем-то Вот это Вот здесь Поставим Короче говоря Мне кажется План начинает Работать В целом Если мы его будем Держать на дистанции Тем более Тогда Скилл Еще хороший Да Удачи тебе Парень Удачи Слушайте Я думал Что все будет Плохо Но Я вижу Шансы Вот тут я бы сказал Что было бы очень прикольно Подойти вот сюда, дать спиной к спине В чем не сработал, только не понял Уйти обратно Защитный рывок Дикий выпад нам точно надо Если такая, то в руке получить приз 2 круга от каждого Такое, нам это все не надо Нам нужна сила По сути Хоть какая-то для активации Так, и что у нас еще есть По возможности, можно Немножко его коснуть Пока не будем триггерить Пусть он может сагриться еще Если повезет Такой онкаларный Атака по всем Так, поддержка Главное не дать ему убить этого стрелка Как бы его отвлечь оттуда Все бонусы к урону действует в 4 раза сильнее Это можно сейчас прям Мне укрытие нужно накинуть сначала, да Вот Случайную силу Что у нас тут есть приободрение Неплохо Ну признанного существа здесь нету В любом случае Так, там пошел процесс Поглощение силы можно сделать Достаточно очков всего воли Я уже пропустил отмет Атаки призвал урона Но мы сейчас ее собьем Скорее всего Получится Должно получиться Должно получиться Так, 7 урона У нас тут два варианта То есть Убежать к ним героям Подальше А, мы не можем стрелять уже по сути Отказываемся От этой тычки Карточки точнее Просто уходим подальше сейчас Главное, чтобы на лучника не убилось И убьет лучника Конец Он пытается Он понимает, к чему все идет Этот герой еще далеко У нас есть активация Конечно, то, что понимает противник Это мои домосы Но все же Есть же такое Так, что по радиусу этого скилла Понял 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 Вдохновение Все атаки Плюс 2 урона Ну, может по сути Вот так сыграть И тогда у него будет выстрел сейчас Хороший выстрел Вот этот выстрел Что надо как-то вывести отсюда Здесь позиция такая Шансов, ну, очень мало Что-то сделать Вдохновение Ну, вдохновение Это хороший вариант Потому что можно С него, по сути, все силы Позбрасывать практически Потому что не двигаться Чтобы хотя бы какая-то защита осталась А здесь, к сожалению, мы не можем Нам нужно Как-то вот так Наверное, двигаться Счет на притяжка Блиншут какая-то Так, захват Бил защитность Блин, мы даже не разбегаемся По сути Тут нету силы никакой Не знаю, что с того получится Но давайте пробовать Он заблочил моего героя Можно еще Все, двинуться Перебегать от него Сложно 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 Можно так вот Бафнуть Бафнуть силу сюда еще Но Сложно его разыграть Так в соло Так, что тут можно сделать Можно кинуть крик вот этот Пытаться немножко Отбежать Сколько тут этого Роя насекомых Радиус Большой А, можно даже так упасть На всю карту Нормально Более-менее Ну, из того, что можно сделать В этой ситуации Лишний атак Опять по всем Но сейчас надо, конечно Вводить его оттуда Так, убегаем сюда Притяжка нам не нужна Вдохновение можно кинуть На вот этого юнита Это откидываем Убегаем просто Что пытаемся его замерить Как-то Силовое поле Пригодится на следующий ход Ситуация, когда ты чувствуешь Что вот Как бы Все плохо Но Надежда еще есть Какая-то Рык Блин, бестолково Просто я тучника так потерял Ах Выбранный союзник Сватно разыграет карту Своей силы Надо убегать Какая карта силы Что тут можно С карты силы сыграть Можно защитку сыграть Отсюда В принципе Бежать оттуда Вообще Гинуть на него Обморожение Пусть там сам Долбется Там нет силы Тут нет силы Ладно Оставлю на следующий ход Там силы нету Поджечь Конечно Погибезвучника Просто не хватает Атаки Разбегаемся Как можем Им надежда Пригодится Конечно Когда-нибудь Когда-нибудь Пригодится Там нестой шанс На самманов Каких-то Ближняя атака 2 Там он горит Конечно На шатоку Все Это слив Нет возможности Победить Блин Реально не понимаю Как-то вот Так все хорошо шло Потом Когда буду монтировать Я пересмотрю Попытаюсь Понять Где я там Самый страшный Самый страшный Фейл Где был Но мне кажется Там просто Один или два Хода Ему прям Супер повезло Просто у него В колоде Куча карточек А ему тупо Каждый раз Попадал Остальный вызов С крутяшкой Остальный вызов С крутяшкой И просто Ну Это Очень тяжело Моим билдом Просто Ты себе билдился В соло урон Совсем другой разговор Был бы Жалко Как я сегодня Выглядит Честно Вы повержены Вот так вот Сейчас герои Прокачаются Неплохо Я думаю Прошел На 95% То есть Неплохо Прошел Прокачка Кстати Такая Лайтовенькая Что за новая карточка Интересно Так ребят Вот такая вот Битва В принципе Получилась Мне кажется Интересно Но к сожалению Без победы Мой рекорд На этой карте Если вас Интересует Какое-то Конкретное Приключение Можем В следующий раз Пойти В целом Я хочу Ну По порядку Идти По сути Можем Пойти Вот Сам Сюда Не ходил Еще Или Испытание Огнем В общем Я подумаю Если у вас Есть какие-то Особые пожелания По герою По герою Или билду То есть Тут героя Много Можем В следующий раз На магию Заиграть Мне кажется Прикольно Может быть Там вот И элементарист Интересный И чародей Ну чародей Я уже показывал Не так прикольно А вот оккультист Тоже Правда он Не прокачан По-моему Совсем В общем Ребята Надеюсь Вам было интересно Обязательно Ставьте лайки Если было интересно И до скорых Встречных В новых роликах Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok